А помнит ли он время, место и события, когда он спорил с самим собой? Миг своего пробуждения. Я представляю себя идущим в пустыне среди бескрайнего песка, напекшегося до красноты, обжигающего мои босые ноги. Куда бы я ни повернул голову, всюду один и тот же горизонт, где больше ничего нет. Солнце в зените, моя голова чиста, как этот песок. Здесь нет ничего лишнего, здесь нет меня. Я свободен от самого себя. Я много думал о его жизни, о том, кто этот человек, что он впитал в себя, во что он верит, что им движет, как он оценивает свои действия, поступки, на что он готов ради своих идей, ради близких ему людей. Я наблюдал за ним и каждый раз видел у него что-то новое. Это были и страшные, и счастливые моменты. Все это время я был рядом с ним, но не всегда мог его понять, если я вообще сейчас способен его понять. Я вижу в нем любовь, я вижу в нем ненависть. Две противоположные вселенные, пожирающие, дополняющие друг друга. В нем бурлит агония, убивающая его изнутри. Все то светлое и хорошее, что в нем есть, пытается комментировать это. Но чаша весов постоянно опрокидывается и все разливается. Я не могу ему помочь, я могу только наблюдать за ним. Выход ему придется искать самому, как бы я ни пытался ему указать правильный путь. Он думает о вере, о том, как ее чувствует он, как ее чувствуют другие люди. Я думаю, он пытается осознать свои поступки, свой взгляд на мир. Пытается поставить себя на место другого человека, но это сложно. Он не может быть везде и сразу, он это понимает, но ему не становится от этого легче. С холодной головой он бредет по городу, с хаосом внутри души. Как поступить, думает он, что он может сделать? Когда я думаю о нем и вижу все со стороны, мне интересно. А догадывается ли он об этом, или он всецело погружен в свое «я»? Я помню его в детстве. Он твердо знал, что есть хорошо, что есть плохо. Позже у него в голове было слишком много вопросов, ответы на которые он судорожно искал во всем, что видел. Он любил искать эти ответы. Они были для него непоколебимой истиной. Они создавали уверенность в завтрашнем дне. Он любил свои мысли, чувства и эмоции. Каждый раз, когда он шел по городу, он оказывался в своем, только в своем закрытом мире. И каждый последующий шаг уводил его все дальше в самого себя. Люди сталкиваются с реальностью, с непредсказуемостью мира, пытаются спрятать себя от внешних обстоятельств, становятся хладнокровными и жестокими. А во имя чего? Во имя своих страхов? Страх. Вот то, что движет нами сильнее всего. Ему мы подаемся, его мы боимся, от него мы зависим. Я бегу от страха, боюсь встретиться с ним лицом к лицу. Я вижу, что он не сдается, он борется. Его тошнит, из него идет гной, он бледен, сух и истощен. Он пробует все возможные способы разорвать этот круг и стать лучше. Он старается быть честным и ищет в себе новые силы, чтобы вновь и вновь вступить в схватку с самим собой, со своим страхом. Страхом быть безликим и равнодушным ко всему. Я верю в него, даже если он сам не верит. Я хочу вселить в него надежду. Он знает, что ему дорого. Что бы ни происходило вокруг него, в его жизни, он видит и слышит себя. Он понимает себя, он сможет себя принять и помочь тем, кого он любит. Я надеюсь, когда-нибудь он сможет полюбить и себя. И только это может его спасти. Он найдет... А помнит ли он время, место и события, когда он спорил с самим собой в миг своего пробуждения? Продолжение следует... Продолжение следует...